Здравствуйте! В эфире ток-шоу «Твёрдый знак». Сегодня в одном из казанских кафе собрались ярчайшие представители молодёжи города, чтобы в неформальной обстановке, пользуясь полной свободой слова, ответить на вопрос, нужно ли получать высшее образование, которое не факт, что понадобится в жизни, стоит ли тратить время, силы, молодость, деньги на обучение, и известно, что получить взамен. Я обращаюсь к главным героям нашей программы, это Альбина Аминова. Скажите, вот как вы считаете, нужно ли получать высшее образование? Добрый день! На мой взгляд, высшее образование – это очень необходимый инструмент именно для молодого человека на данном этапе развития нашего общества. В первую очередь, нам необходимо понимать, что высшее образование – это не является какой-то галочкой, каким-то билетом, который позволит нам зайти в первый класс и получать все блага жизни, которые у нас есть на данный момент. Это возможность получить этот билет, но не сам билет. Каждый сам вправе распоряжаться вот этой самой возможностью. Просто на практике, если мы рассмотрим. На данный момент у меня есть человек, который активно ищет работу, должности юриста, либо помощника юриста. И что происходит на рынке труда? Вакансии. На данный момент на известном нам всеми сайте HeadHunter около 10 вакансий юристов и около 15 вакансий помощников юристов. И знаете, что происходит? Самое интересное. Что ни на одну из этих 25 вакансий не пригласили этого человека только по одному критерию. У него нет высшего образования. Именно по этой причине его даже не пригласили на собеседование. Они даже не дали возможности показать, какой это человек молодец. То есть необходим корочка, вы считаете? Вот необходим именно сам диплом, а знание? А те 5 лет или 6 лет, которые человек потратил на обучение? Безусловно. В данном случае я говорю именно в разрезе вот той формалистики, именно той корочки, о которой вы ранее говорили. Но высшее образование – это не только корочка. Это стиль, это навыки, это стиль мышления, который нам прививает в УЗ. То есть ВУЗ, возможно, помимо всего того, что он дает, теоремы, зазубривания некоторых вещей, какие-то скучные вещи, которые нам, студентам сейчас, не особо интересны. Помимо этого, ВУЗ дает нам стиль мышления, стиль критического мышления. Если каждый из нас не хочет быть управляемым, а хочет управлять, то он должен, просто ему необходимо получить это высшее образование. Очень интересно. Также я хочу обратиться к следующему нашему главному герою, Михаилу Шуганову. Скажите, пожалуйста, вот какая у вас позиция? Нужно ли получать высшее образование современной молодежи? Как сказал мой товарищ, он сейчас работает фотографом в Лондоне. Лучшее, что мне дал ВУЗ – это читательский билет. Все изречения Альбина о том, как ВУЗ помогает сформировать правильное мышление, ну, видимо, в разрезе юридической науки, правильный стиль, харизму лидера, будущего управленца. Честно говоря, мне в это не очень верится, учитывая, что мы учимся-то в одном униституте. Нет таких программ, например, в базе юридической науки по плану минобразования, как тайм-менеджмент, лидерство, харизма и так далее. Все то, о чем ты говоришь, и то, что сейчас как раз ценится на рынке труда. Говорить о том, что это помогает получить тот самый билет, и без него, вернее, без этого образования этот билет получить вообще невозможно, ну, глупо, как минимум, потому что мы имеем много ярких примеров людей, которые без высшего образования достигли успеха. И успеха не в том плане, что они просто заработали денег, а люди конкретно делают интересные вещи. Ну, тот же Стив Джобс, и пользуемся до сих пор его гаджетами, и будем пользоваться еще долгое время. Это говорит о том, что ВУЗ – это не единственный инструмент получения информации. Как правильно заметила Альбина, ВУЗ подает эту информацию, подает важную информацию, но эта информация, система, да, которая дает эту информацию, она на данный момент уже стала порочной. Об этом я готов говорить более подробно. То есть конкретно ваш ответ – не нужно получать высшее образование? Конечно, не нужно. Ваш ответ – необходимо высшее образование. Сейчас я хочу обратиться к нашему эксперту. Это руководитель научно-образовательного центра «Письменное наследие и археография» Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета, Резида Софиулина. Резида Рифовна, скажите, пожалуйста, вот как вы считаете? Человек, имеющий высшее образование, ну, как ни странно, я, наверное, парадоксально поступлю и отвечу следующим образом. Нет однозначного ответа. Вот просто сказать, нужно оно или не нужно, это надо все подходить индивидуально, исходя из ситуации. Да, есть такие сферы деятельности, где без системного мышления, без внедрения вот в какую-то сферу, да, и прочувствование ее, и осознание ее невозможно. Но есть некоторые сферы, и, к сожалению, их больше, а может и к счастью. И сегодня молодежи как раз вот этого не хватает, опыта практического, жизненного. Они сразу со школы попадают в институт, и вот этот этап взросления и знакомства с реальной жизнью опять оттягивается на несколько лет. На практике это получается так. Они такие же тепленькие, инфантильные, переходят просто с одной ступени на другую. А я вот, например, если бы вот от меня что-то зависело, я бы, наверное, предложила, если хотят, получать квалификацию в какой-то сфере, сначала в ней поработать. Допустим, хочешь учиться в медицинском университете? Пожалуйста, тебе путь дорог, дорога в санитары или там какой-то вспомогательный персонал. Да, прочувствуй на себе, что это такое медицина, а потом определись, есть в этом твое призвание или нет. И это касается многих других сфер, в том числе. Журналистика ли это или что. Мне повезло, я вот так получила, что в науке нашла себя, и высшее образование здесь однозначно, однозначно нужная ступень. Но я знаю очень много молодых ребят и девушек, которые получают историческое образование, филологическое или еще какое-то гуманитарное, а потом не чувствуют вот этот вкус к научному исследованию и к продолжению этого дела. И получается, что это потерянные годы. Так что пока что мое мнение такое. Сначала надо опробировать это на практике, а потом, если есть необходимость, уже повышать квалификацию. Очень важное и очень интересное замечание. Можно сейчас вот микрофон вам передать? Как вы считаете, нужно получать высшее образование или нет? Для начала я, наверное, представлюсь. Меня зовут Никита Харченко. Третий курс Института социально-философских наук массовой коммуникации Казанского федерального университета. Знаете, уже было сказано о том, что это своеобразная ступень, которая оттягивает вступление человека во взрослую жизнь. Но я бы хотел посмотреть на это, наверное, с другой стороны. То, что как раз это следующая ступень социализации человека как раз. То есть мы немножко смотрим сейчас на ВУЗ, несколько отдаленно. То есть надо же взглянуть, наверное, как раз на элемент, который позволяет человеку как раз привыкнуть к новому обществу. То есть, допустим, мы забываем о том, что человек 11 лет пробыл в одной среде, к которой он уже привык, когда у него каждый день повторялся одинаково. И если его сразу же выпустить в большую жизнь, могу сказать, что, наверное, мало кто со мной сейчас поспорит. У нас поколение довольно инфантильное на данный момент. И выпуск сразу в свободное плавание может многих сломать. И именно ВУЗ может стать той ступенью, когда человек, во-первых, научится заводить, грубо говоря, даже общение то же самое в новой среде. Для многих она может быть вообще совершенно другая. То есть другой город, новые знакомства, совершенно незнакомая среда. Возможность человека социализироваться в данной ситуации. В дальнейшем составление его возможностей нового круга общения, естественно. И после этого как раз за эти 4 года, допустим, даже бакалавриата, человек уже формируется как личность, уже более-менее. И уже после этого его можно выпускать в свободное плавание как раз. То есть для этого я вижу, что ВУЗ не сколько как, как раз Альбина сказала, что это как билет в первый класс, который будет в дальнейшем, а сколько возможности человека подготовить как раз к получению уже этого билета. То есть ВУЗ такая ступень. Резидорифовна сказала очень интересную мысль. Закончив школу, то есть 17-18 лет, человек еще несовершенен, он еще не взрослый. Вот как вы считаете, вот вам, вы недалеко отошли от этого возраста, вот как вы считаете, способен ли человек в 17-18 лет полностью спланировать свое будущее? Вот однозначно я буду юристом, 6 лет потрачу на обучение. Как вы вот считаете? Горин Зуфор, студент к не только ХТИ, факультет нано-материалов и нано-технологии. Многие наши студенты при поступлении у нас, так скажем, ну при поступлении мы думаем только об одном, лишь бы поступить, самое главное поступить, а потом уже, что учеба, об этом мы задумываемся. Для абитуриента самое главное поступить. А потом, когда мы уже начинаем обучаться, мы уже понимаем, что, ага, это, кажется, специальность, она хоть и интересна, но чувствую, что это не твое. И поэтому в этот момент самое главное определиться, либо ты будешь до конца учиться и уже продолжать свою жизнь именно по этой специальности, или же ты как второй вышший, либо как переквалификация возьмешь в другое обучение. И в этот момент я вот как раз почему сказал, взял вот, начал обучаться в факультете педагогики, вот КФУ, потому что я себя, к сожалению, не вижу в области науки, в области нанотехнологии, в области наноиндустрии, потому что хоть он и развивается, но у нас в Казани, в Татарстане пока мало что есть в области нано. Хочем многие говорят, что Иннополис, Роснано. Ну Иннополис, к сожалению, там только IT-технология. Нано там, к сожалению, пока нету, и в ближайшее время не собираются там ничего в этом области делать. То есть вы просто взяли то, что есть, да, вот выбирая, куда пойти учиться? Ну, изначально, когда я подавал документы, для меня была основная цель просто поступить. Потом, когда уже я начал... Все равно куда? Поступить все равно куда? Все равно куда, да, самое главное. Потом уже, когда я начал обучаться, я понял, что с одной стороны, конечно, интересно, но с другой стороны, я себя в дальнейшем будущем в этой сфере уже не вижу. Потому что, ну, нет у нас, скажем, пока в стране, может, есть, но в Татарстане пока развитие нанотехнологии пока отстает в этой сфере. А вы сейчас учитесь на педагогическом, да? На педагогическом я обучаюсь на втором курсе. Вы уверены, что вы будете педагогом? Да, уверен, сто процентов. У кого еще какие мнения? Кафизов Рустем, студент юридического факультета Казанского федерального университета, второй курс. Считаю, что высшее образование однозначно нужно. Лишь хотя бы исходя из времени, в котором мы живем. То есть, первый, это 21 век признан как век перехода к новому технологическому укладу. Соответственно, большинство, так скажем, должностей, профессий, в которых до этого не требовалось высшее образование, как бы это фантастически не звучало, скажем так, заменит робототехника. И кадров потребуется гораздо меньше. Соответственно, потребуется больше конкурентоспособность для человека. И поэтому, то есть, высшее образование нужно однозначно, чтобы у человека были знания и чтобы он был востребован в жизни. Второе, то есть, если говорить в рамках реалий России, в которых мы сейчас живем, мы переходим к рыночным отношениям, к рыночной экономике. И тут тоже главный критерий, это насколько человек конкурентоспособен. И образование, опять же, необходимо для того, чтобы человек смог устроиться на ту или иную должность. Ну и третье, что я скажу, это, то есть, человек, поступая в ВУЗ, он начинает, скажем так, свое активное формирование в обществе, активную социализацию. То есть, ну школа, это ребячество, там просто общение, а в ВУЗ, в ВУЗе человек встречается уже с такими же устремленными людьми, как он в большинстве своем, и начинает, скажем так, социализироваться. Поэтому это выступает еще и активным инструментом в формировании личности в обществе. Спасибо большое. Да, интересная мысль. А вот мне интересно было бы обратиться к девушкам. Из моего личного опыта у меня очень много знакомых, которые, девушки, да, молодые женщины, которые заплатили много денег, получили два-три высших образования, а потом вышли замуж, и сейчас счастливые матери, или счастливые жены. Вот скажите, вот вы как считаете? Ну, я учусь на втором курсе Казанского федерального университета, Институт филологии и межкультурной коммуникации, и изучаю татарский и китайский язык. Как вас зовут? Меня зовут Аяна. Я буду преподавателем татарского и китайского языков. Конечно, необычное смешение, вот. Но я уверена, что моя будущая профессия мне пригодится, потому что я будущая мама своих детей. И, то есть, мама – это самый первый учитель. То есть, как бы, ты должен быть к этому готов, чтобы вырастить своего ребенка. Если какие-нибудь вопросы он спросит, ты должен суметь на них ответить, а не говорить «сейчас посмотрю в гугле» или как-нибудь типа такого. То есть вы получаете высшее образование, чтобы образовывать своих детей, чтобы давать его своим, в первую очередь, детям? Конечно же, да. Ну и потом, ну, как бы, это не основная функция, а основная функция, если я пойду работать в школу, я буду учить не только своего ребенка, я буду учить и других детей. То есть дети – это будущее страны. То есть это завтрашние взрослые. То есть, и не зря мне, например, учителя говорили в школе то, что историю делает учитель. Вот. То есть какие он предметы, какие он знания вложит детям, то и будет завтра. Вот. Но, к сожалению, статистика такова, что далеко не каждый человек, и даже не каждый второй, получив высшее образование, продолжает работать именно в той сфере, в которой он учился. Есть люди, которые получили даже несколько высших образований, а потом идут, скажем, грубо говоря, торговать пылесосами. Таких людей очень много, и по статистике, к сожалению, наверное, а может, и к счастью, вот сейчас мы решим с вами это. Вообще, вот как вы считаете, так как такая статистика, так как люди, получив высшее образование, не используют его потом на практике, тем не менее следует получать высшее образование? Рамиль Казарметов. Наверное, моя позиция будет немножко неоднозначная. Являюсь преподавателем, предпринимателем, работодателем. Вообще, о чем говорим? О том, что это необходимо или это нужно? Вот это две разные позиции. Если говорить о необходимости, наверное, нет такой необходимости иметь скорку в жизни. Но нужно ли это в жизни? Ну да, это полезно. ВУЗ, прежде всего, ВУЗ дает очень хорошую тренировку мозгов. Неважно, с кем ты будешь после того, как получил эту самую корку. В моей жизни, например, это яркий пример. Я сам бы учился на электронщика, получил образование инженера в области электроники. Сейчас занимаюсь строительством. Сам создал свой сайт, сам развиваю свою компанию. В том числе, я преподаю в ВУЗе. Мои полученные знания в институте КАИ, они, скажу, да, в общем, были теперь полезны. Очень полезны. Насколько полезны они были? Там я получил инженерное образование, и тут я являюсь строительным инженером, так скажем. То есть вы прямо пошли, да, по прямой линии. То, что вы проходили в университете, то, что вы изучали в институте, вы сейчас... То, что я изучал в институте, совершенно не координируется с тем, чем я занимаюсь сейчас. Но, в принципе, умение решать формулы сложные, умение считаться, это очень полезно в жизни. Я Хадыз Фабу, студент 2-го курса колледжа Российского государственного университета правосудия. Я здесь выслушал очень много мнений. С некоторыми я согласен, с некоторыми не согласен. Чем вы не согласны? Ну, я не согласен с тем, что высшее образование является как бы через чур нужной вещью. То есть, некоторыми вещами из слов Альбина, то и про корочку, которая будет в будущем хорошим плацдармом для нормальной учебы и нормального продвижения по работе. На мой взгляд, на мой субъективный взгляд, эта работа заключается в том, что, когда человек поступает учиться, например, как нам уже говорили, он закончил 11 классов, ему еще только 18 исполнилось или нет 18, и как бы ему стоит там определенная цель, это цель к хорошей работе, и, как мы уже добавляли, цель поступить куда-нибудь. Но при этом эти люди, которые не особо хорошо рассматривают себя в будущей профессии, это раз. Во-вторых, вероятность того, что как они попадут в эти профессии, третье, нужна ли им эта профессия вообще. А на рынке, как сейчас известно, нужны обычные рабочие, нужны гораздо больше, чем профессионалы, чем юристы, чем менеджеры. Как бы для юриста и для менеджера нужен определенный класс людей, которым должен управлять, которым должен защищать, и так далее, и так далее, и так далее. И получается, в большинстве случаев, что за некоторый класс решает, например, их опытное старшее поколение, будь то родители, опекуны, или еще кто-то, не знаю. И поступление в ВУЗ, это какой-то несознательный шаг для большинства. То есть, например, вот я поступал когда-то на юриста, и я очень рад, что я поступил на юриста, потому что это я хотел. Но если бы не было моего желания, я бы сейчас был бы или санитаром, или строителем. И то, и другое мне не особо важно по жизни, и это не мое вообще. И поэтому я считаю, что как бы отучение в ВУЗе, даже если по желанию ты отучишься, даже если ты будешь очень хотеть, и очень сильно будешь стараться, и получишь даже красный диплом, это в большинстве вероятности выстрел вслепую, потому что ты не знаешь, дальше будет, что ты нужен на этой работе, есть ли для тебя вакансии, возьмут ли тебя, и захватят ли твоих знаний вообще. Единственный плюс, который может тебе дать ВУЗ 2+, это социализация, и корочка, которая в будущем пригодится. Остальные данные можно найти в интернете, спокойно прочитать. Самообразование еще никто не отменял. Меня зовут Шара Павалина, и по данному вопросу у меня такое мнение, я считаю, что получение образования – это выбор каждого. То есть, если у тебя есть дело жизни, если у тебя есть идея, которая перевернет мир, то не нужно тратить энергию на получение образования, а нужно вкладывать себя, возможно, жертвовать собой, своей личной жизнью, своим временем, ради какого-то проекта, который действительно способен перевернуть мир. Опять же таки, упомяну Стива Джобса, Марка Цукерберга, которые просто бросили университет, и они действительно перевернули мир, действительно, они просто поменяли наш мир. И что касается меня, я учусь на экономике, но у меня уже сейчас появляются мысли бросить университет и пойти по творческой тропе, потому что я увлекаюсь актерским мастерством, театральным искусством, и пока я совмещаю, но я хочу полностью посвятить себя творческой среде, и поэтому я считаю, что это выбор каждого, каждый строит свою жизнь, и опять же таки, самообразование, да, никто не отменял. Меня зовут Султанова Оксана, я учусь на географии, второй курс КФУ. Что бы хотел сказать, я полностью согласна с предыдущими ораторами, то есть... Со всеми? Нет, с теми, кто то, что университет нужен. Ну, как бы, наверное, повторюсь, если скажу, что да, это социализация людей и так далее, но вот еще есть такая вещь, как возможность для людей, которые живут в маленьких населенных пунктах, уехать из этого такого небольшого своего мира и расширить возможности, то есть, я, наверное, являюсь одним из представителей таких людей, поэтому скажу, что если бы я не уехала, то, скорее всего, я бы даже не стал бы таким человеком, каким сейчас являюсь. Откуда вы приехали? Расскажите о себе подробнее. Откуда вы приехали? Вот я понимаю, что в Казань? Я приехала из Башкирии. То есть, у вас поменялся мир, да? Да. И мировоззрение в том числе? Да, да. Если там люди окружали меня более нацелены на то, чтобы, ну, работать на заводе, потому что у нас это очень сильно развито, ну, это будет немножко обидно, наверное, для людей своего города. Простите. Но вам нужно было вырваться из одной среды, чтобы попасть в другую, которая вам ближе, так скажем. Попасть к людям, которые на меня похожи, попасть к людям, которым интересны такие вещи, как и мне. Попасть к людям, которые дадут мне возможность реализовываться и помогать в их реализации. То есть, это, ну, просто совсем другой мир. Совсем другой. Да. Да. Оксана, у меня к тебе вопрос. Если бы ты не поступил в КФУ, а просто переехал бы в Казань и работал, саморазвивал, что бы изменилось? Да. Очень многое бы изменилось. Хотя бы то, что в 17 лет я, наверное, не совсем понимала, то, как нужно жить, с чего начать и к каким людям обратиться и в чем я сильна. То есть, а сейчас я уже это понимаю, я это знаю. Ну, вот насколько я понимаю, для вас университет, институт, это такая, в первую очередь, социальная платформа, поддержка, да? Это не столько обучение, сколько социализация, Сколько какой-то прорыв, такой себя творческий, поиск себя. Но мы все-таки немножко судим сейчас тему, мы говорим об образовании, да? Вот. Насколько именно образование вот для вас сейчас важно? Понятно, что вы стали в какой-то степени более свободным человеком, вы обрели здесь какой-то свой круг, вы обрели здесь себя как личность, да? Скажем так. Но что касается вашей профессии и вашего образования, довольны вы им? Вы считаете, что вы вот пойдете по этому пути? Это очень тяжелый вопрос, потому что, да, географию я люблю, но есть вещи поинтереснее. Спасибо. А можно ответить? За откровенность. Спасибо за откровенность. Если уж к теме мы разговора вернулись, я выражаю на самом деле искреннюю надежду, что не все у нас в стране, как Аяна, учатся, чтобы передавать это своим детям, иначе мы, как говорит Хатей Рустем, далеко рыночную экономику мы не укатим. Значит, к вопросу, да, образование, рынок. Ну, я надеюсь, что все остальные получают образование, чтобы зарабатывать деньги. Это логично. Кто получает образование, чтобы зарабатывать деньги? Поднимите руки. Мне 29 лет, я до сих пор получаю образование. Только ради денег? Для того, чтобы больше получать этих денег. Понятно. Так вот, Не так уж и много на самом деле, процентов 30 получает ради денег образование. К остальным, конечно, много вопросов, но вернемся. Значит, проблема в чем? Проблема в том, что образование не всегда, план образовательный, устанавливаемый, министерство образования, не всегда успевает за изменением рыночной ситуации. Девочки приходят с экономического факультета в фирму устраиваться, они знают, с факультета маркетинга, менеджмента, они знают, что такое свот-анализ, они помнят, по какому учебнику они учились, но они не знают, что такое Яндекс.Директ, они не знают примитивных, банальных вещей, которые уже за последние года три, но стали классикой, скажем так, в бизнесе в России, в мире уже давно, но рыночные условия изменились. Факт. То, что образование не успевает за ним изменяться, второй факт. Но то, что человек потратит свою жизнь, единственную жизнь и пять лет этой невосполнимого времени на тот план, который уже старел, это факт вот просто удручающий. Серьезно. А какая альтернатива? Альтернатива заниматься самообразованием. И знаете, в вашем гаджете, помимо приложения ВКонтакте и Инстаграм, есть, например, на Apple iTunes U, у каждого в компьютере есть Курсера. Это сервисы, которые помогают самые важные, самые лучшие, скажем так, лекции ведущих университетов мира, новые, актуальные, просматривать онлайн. Для этого не нужно быть студентом КФУ или РГУПа. Следующее. Если вы маркетолог, ну вот самый банальный кейс, намного лучше читать книги, которые Манн Иванов Фебер издает, и читать в оригинале блок Сета Година, чем изучать программы, ну, дай бог Котлера, а еще похуже российских наших старых каких-нибудь преподавателей, которые, ну, в Советском Союзе писали нам о рыночной экономике. Так вот, получается, что для как раз-таки того, чтобы в современном, в современное время быть на рынке востребованным, нужно иметь актуальные знания, да, часто говорят, забудьте все, чем у вас учили в университете, и заново начинается процесс образования. Очень интересная позиция, естественно, хотелось бы к вам вопрос к Мише, да, Миша, ничего против тебя не имею, да, с большой симпатией к тебе отношусь, да, прекрасно, ты знаешь, но все-таки у меня такой провокационный вопрос возник. Насколько я знаю, ты сейчас студент, ты учишься в УЗе? Нет, не в УЗе, в колледже учишься. В колледже ты учишься. А почему же ты учишься, а не занимаешься самообразованием? Ты знаешь все пути? Потому что колледж, в отличие от УЗа, не так мешает заниматься самообразованием. Выкрутился, молодец. Спасибо, Владимир. Резидарьевна, секундочку, а вы согласны вот в том плане с Михаилом, что современное преподавание вузовское отстает от тех темпов, да, которыми, например, вот что касается, например, IT-технологии или какие-то нанотехнологии развиваются гораздо быстрее, чем... Не могу не согласиться. На самом деле, дело в том, что система образования, она одна из самых неповоротливых, одна из самых нединамичных. И это было всегда. Это вот свойство, для образования, но в этом есть свой плюс. Это та область, где очень осторожно надо подходить к экспериментам, потому что мы все-таки имеем дело с очень тонким материалом, с человеком, с человеческой судьбой. И поэтому это тоже оправдано. И отчасти Михаил, он прав. Конечно, не надо отметать вот эту базу, которую дает система образования, от которой уже отталкиваясь, можно дальше идти. Но наши реалии, особенно вот нынешние реалии и ситуация с системой образования в нашей стране, она действительно удручает. Ну что ж, давайте говорить, называть вещи своими именами. И вот наводит на такие мысли и молодежь в том числе, которая предпочитает отказываться от нее. Но тем не менее, я все-таки предпочитаю быть оптимистом. Ничего не стоит на месте, и в этой сфере тоже работа идет, и поиски, и концептуальные поиски идут. Так что, я думаю, ребята, не все так страшно. Нет, например, сравнивая, я могу своего опыта сказать, что, сравнивая российское образование с европейским образованием, тот же самый интернет, те возможности, которые дает русскоязычный интернет, невозможно сравнить с немецкоязычным интернетом. В Германии все платно, например. Там любой вот тот ресурс, который вы назвали, надо платить за него деньги. В российском интернете все можно бесплатно, любую информацию можно получить бесплатно. В Германии даже гето не прочитаешь по интернету, не заплатив. Так что можно сказать, что российская в этом плане, в плане самообразования российская. Наверное, те полмиллиона, которые вы потратите на экономическое образование в России, в Германии, за это можно купить гетты и учебники по экономике. И всего гетты. И всего гетты, да. Вы хотели сказать? Да, я хотел сказать. Для начала представлюсь. Меня зовут Роман, кафедра телевидения КФУ, третий курс. Вот, все говорят о самообразовании, но сейчас будет достаточно выглянуть в окно и посмотреть на нашу молодежь. Это просто называется стадный инстинкт. Все просто списывают все одно и то же. Да, вот там вот здесь. Вот сейчас просто достаточно посмотреть. Сейчас у молодежи, большинство слов заимствовано, они засоряют просто свой язык. Вот это английскими. Сам знаешь, прекрасно. Сколько ты менеджеры там, ну, сам знаешь, какие слова ты еще сказал. Насчет... Я просто не люблю, когда засоряют русский язык английскими словами, потому что это... Что за мода? Что за бред вот это вот? И насчет образования. Вот ты думаешь, то, что молодежь сможет тут сама реализоваться? Вы упоминайте сейчас только Стив Джобс, кто там, Марк Цукенберг. Так, еще. Кто? Где? Кто еще, когда бросил образование, смог нормально этот... Ну, третий, окей. Еще. Эйнштейн. Эйнштейн, классический пример. Да, троечник. Ну, вот Эйнштейн. Но большинство... Это гении, товарищи. Да. Не будем забывать, речь идет про гениев, а их бывает мало, как правило. Большинство тех, кто бросает образование, они потом, вот как демотиваторы пишут, то, что Алексей 24 года, бросил университет, стал бомжом. А сколько бомжей с высшим образованием? Ну, это тоже, но все еще зависит от человека, как он себя зарекомендует. То есть в моей профессии, да, вот, можно сказать, 50% влияет то, что дают на парах, 50% не влияет то, что на парах. Я как вот с первого курса делаю? Если мне на паре интересно, я могу что-то с занятия, что-то для себя взять, я это послушаю. Если мне это неинтересно, я просто встану и уйду. Я буду заниматься телевидением. То есть вот таким самым развитием. Что касается, да, вот вашего конкретного образования, практика очень важная. Опять-таки то, что сказала Резидарифовна о том, что может быть действительно хорошо бы после школы пару лет поработать, скажем, просто журналистом где-то побегать, корреспондентом в газетах. Или, например, пописать какие-то программы самому, да, как бы на основе собственного самообразования. Вот, кстати, вы медик, да, вы в медицинском. Вот вы работали предварительно перед тем, как поступить в медицинский институт. У вас была какая-то практика? Вы представляете себе, что такое работа санитарки, нянечки и так далее? Я это представляю, но не благодаря тому, что до учебы учился, а благодаря тому, что у нас есть летняя практика, когда мы выезжаем либо в районы, либо в больницах и так далее. И там летом мы это осваиваем в течение месяца. Поэтому представление есть, но оно появилось в процессе обучения в летние каникулы между курсами, соответственно. А когда поступал, естественно, не было такого представления, когда мы первый раз, да не только я, когда почти все студенты впервые оказываются в анатомическом музее и начинаем препарировать труб, вот после этого сразу понимаем резко делиться. Надо было поступать, да, ЛУС? Надо было поступать и хорошо, что поступил, как говорится. А сколько вообще людей отсеялось после посещения анатомички? Никто не отсеялся, но процент тех, кто в медицинской сфере идет по специальности, он очень низкий, около 10-15%, которые потом работают именно по специальности. Причем 10-15% в них включены различные медпредставители, те, кто занимаются реализацией медицинских услуг, там, условно говоря, менеджеры и продавцы в медицине тоже входят в этот процент. То есть, а среди тех, кто конкретно своими руками какие-то медицинские манипуляции производят, это еще меньше. Но это же катастрофа, 15%, то есть люди учатся 5 или 6 лет, получают образование достаточно дорогостоящее. В связи с этим, хочется сказать, уже не раз сегодня об этом говорили, о том, что не все работают по специальности, и для успеха нужно ли учиться по своей специальности. Даже вот то, что касается телевидения, Константин Эрнст, да, это генеральный продюсер Первого канала, человек не имеет журналистского образования, человек со всеми с другом. Он биолог, да. Он биолог. Владимир Владимирович Познер, величайший журналист, опять же биолог. То есть мы, огромное количество министров в России, и вообще это практика для всего мира свойственна, когда многие министры во всем мире, в том числе России, являются курирующим министерством не по своей специальности. То есть вообще, в принципе, сплошь и рядом в мире мы видим примеры, когда люди добиваются огромнейших успехов не по своей специальности. И это навевает на мысль, что возможно дело не в специальности и дело не в высшем образовании, а просто в человеке. И если Стив Джобс не бросил бы образование, я не думаю, что он был бы менее крутым. Он был бы таким же наверняка крутым, а может и нет, мы не можем гадать. И, соответственно, мы не можем гадать, что если человек бросит образование, он теряет свой билет. Во многом касается образования. А ключевая проблема того, что сегодня кто-то благодаря образованию, для кого-то образование является инструментом достижения их целей, а кто-то уходит из образования и достигает своих целей, опять же. Вопрос, опять же, не в образовании, а просто в наличии цели у людей. Если мы зададим аудиторию вопросу, у кого, или вообще на улице, у кого из них есть конкретно понятная цель на жизнь, на год, на месяц, и кто из них скажет, да, у меня есть, тот ее и реализует. Давайте спросим, у кого есть конкретная цель на жизнь, вот на жизнь, скажем, на 10-15 лет вперед. Ну это сколько, 50% примерно знают, что они будут делать в ближайшие 15 лет. Очень важный момент я хотела бы скорректировать, потому что всю свою жизнь стараюсь заниматься своим целеполаганием и культивировать его. Так вот, часто бывает, когда мы спрашиваем кого-то, есть ли у тебя цель, зачастую бывает так, надеюсь, что в этой аудитории не так, но зачастую бывает так, что люди вообще не понимают, что такое цель, и часто цель путают с инструментами достижения цели. Понимаете, да, о чем я говорю? И вот поэтому вот в этом плане очень важно на протяжении жизни постоянно пересматривать свои цели и очень четко их формулировать, потому что зачастую мы хотим денег, мы хотим любви, здоровья, отношений, призваний, а ведь на самом деле это всего лишь этапы для достижения какого-то главного своего предназначения. А вот именно разобраться в главном предназначении, вот это самая главная задача в жизни. Это очень важно, и, конечно же, я хочу к Альбине обратиться, завершая программу. Вот скажите, вы знаете свое предназначение? Вот вы уверены абсолютно, что вы не зря получаете высшее образование, что вы пойдете по стезе юриста и будете всю жизнь работать юристом. Вот вы знаете, что это ваша цель и ваше, можно сказать, предназначение? Всю жизнь, возможно, нет, но в области юриспруденции именно, скорее всего, я буду работать. На данный момент опыта практики, конкретно юридической, у меня уже около трех лет, вот третий год пошел. И получая высшее образование, считаю, что это является очередной ступенькой в профессиональном развитии на данном поприще. Профессия – это то, в чем человек может самореализоваться, то, чего человек может достичь, конкретно показать. Пять лет прошло, кем я стал в итоге? То есть, окей, это очень здорово, я стала мамой пятерех детей, это все прекрасно. Я стала начальником юридического отдела большого холдинга, это еще лучше, на мой взгляд. То есть, ваш приоритет – не мама пятерых детей, а именно карьера, работа, и вы уже знаете, что для вас это важнее? На данный момент, возможно, да. Спасибо. Михаил, вот, слушая эту беседу, рассуждая, размышляя, у вас как-то изменилась ваша позиция? Или вы также придерживаетесь мнения, что высшее образование не нужно, самообразование прежде всего? Я остался при своем, на самом деле. Многие аргументы звучали как раз-таки, базируясь на том, что сейчас без диплома, ну, помимо социализации, которая точно так же, друзья мои, произойдет, если вы пойдете работать по профессии, а диплом, корочка, да, это как раз тот билет в жизнь, и важно понимать, что пока мы все с вами, вот, проводя такие дебаты, занимаем такую позицию, что вот корочка нужна, ну, то есть мы обучаемся и считаем, что это правильный уклад вещей, рынок не изменится, да. По-прежнему те люди, которые пытаются без образования чего-то добиться, их будет меньшинство. Когда мы изменим свое отношение, когда будем ставить цели, не привязывая их к конкретному вузу, да, а просто к своей мечте, тогда и рынок изменится, да, тогда больше людей будет у нас без диплома, тогда люди, работодатели в первую очередь будут смотреть на человека, на его способности, а не на, ну, а не на то, что написано на бумаге. И я считаю, что такое будущее приоритетнее и лучше для нас, как для общества. Нужно высшее образование или оно не нужно, да, потому что все зависит от ситуации, зависит от человека. Но я вот, знаете, хотела бы вот что отметить. Вот слушая ребят, девушек, я очень радовалась и вспоминала невольно вот их сегодняшних и себя, вот в их возрасте, какая я была. Сейчас молодежь такая продвинутая, они рассуждают совершенно на другом уровне. Мы были не такими, но тем не менее, самое главное, что вот хотелось бы всем пожелать, когда вы решили, что вам не надо учиться в этом вузе и собираетесь уйти, честно ответьте себе на вопрос. Это ваша зрелая позиция или просто неумение доводить начатое до конца? Вот это очень важно. Если вы на него отвечаете честно, если вы реально знаете, чего вы хотите в жизни, то вперед, все дороги перед вами открыты. И желаем вам успехов в этом. Вечер добрый, Карпов Альберт. Для того, чтобы сгладить общую картину наших позиций, хотелось бы, наверное, и Михаилу, и Альбине напомнить о том, что первый глава российского государства с высшим образованием был Михаил Сергеевич Горбачев. То есть мы с вами понимаем, что тысячу лет страной управляли люди без высшего образования. Хорошо это или плохо, специфика этой менталитеты или определенные условия к данной территории мы с вами сказать не можем. Но мы можем с вами четко сказать, что очень многое зависит непосредственно от персональных качеств человека, от качеств каждого конкретного парня или девушки в тот или иной промежуток времени. Поэтому однозначно нужно стремиться к прогрессу и не забывать и про самообразование, ну и, естественно, не забывать про то, что мы с вами сейчас называем высшим образованием. Так что вот, спасибо. Спасибо. Очень интересная позиция. Сколько людей, столько и мнений. Главное в потоке информации и многообразии жизненных позиций не потерять самого себя и не потерять единомышленников. В следующий раз мы поговорим о свободе и о границах этой свободы. Следите за анонсами. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok